Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере», и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы начали очень интересный разговор в контексте поста, в контексте постных подвигов и постного поприща, о фундаментальных каких-то вещах, на которых зиждется пост. Это и покаяние, и молитва, и прощение, и милостыни, и милосердие, и множество других вещей. Но говорим мы об этом с несколько интересного ракурса, сквозь призму цитат одного из выдающихся миссионеров XX и XXI века, лондонского миссионера, митрополита Сурожского Антония. Говорим в нашей студии с нашим гостем, с клириком Петропавловского собора, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, Добрый вечер. Мы поговорили с вами о прощении, ну как бы все наши разговоры увенчаны разговором о встрече, столь важным термином для богословия митрополита Антония. Встреча как некий феномен, когда, например, мы встречаем того, кого не знали, и начинаем потихонечку этого человека, или если говорить о встрече с Богом, то Бога, мы начинаем распаковывать, как распаковывают самый ценный, самый лучший подарок. Мы снимаем одну обертку, достаем из коробки что-то, достается еще из коробки. И вот эти вот открытия за открытием для Владыки являются фундаментальными в духовной жизни, для ее формирования и развития. Сегодня мы с вами договорились поговорить о покаянии. Мы о покаянии с вами и с другими гостями этой студии уже очень много говорили, с разных, опять же, ракурсов к ней подступали, с точки зрения каких-то евангельских сюжетов, событий, с точки зрения каких-то чтений святоотеческих, апостольских посланий. Что фундаментально нового, кардинально нового, или, может быть, не нового, но уточняющего вносит Владыка Антоний? Ну, вообще, тема, мне кажется, актуальна всегда, особенно во время Великого Поста. Не зря мы поем покаяние, отверзи, открой мне двери, жизнодавчи. То есть здесь не все зависит от нас. И, кстати, наверное, это тоже, возвращаясь к теме встречи, когда мы с кем-то встречаемся, не все зависит от нас. Ну, как раз, наверное, желание все контролировать, оно и препятствует встречи в таком подлинном, глубинном смысле. И здесь, приходя к Богу, тоже что-то зависит и от Него. В том числе и в нашем расположении. Поэтому не зря же Господь говорит, просите и дастся вам. То есть покаяние — это то, что должны и нужно просить у Бога, чтобы что-то внутри меня открылось, какие-то двери, да? Что это за двери покаяния? Двери, которые могут впустить Бога и ближнего, двери, которые могут открыться и изменить наше существо, преобразовать его в такое, которое Богом задумано. И вот в этой связи, такого глубинного понимания покаяния, хотелось бы процитировать Владыку Антония. «Мы сделали христианство сводом нравственных законов, которые и нарушаем постоянно». Это еще ветхозаветная такая тематика, да? Есть некие заповеди, которые ограничивают нас от каких-то серьезных ошибок и искажений, но, как пишут апостолы, что закон никто не исполнил. То есть он только лишь обличает то, что в нас что-то сломано внутри. И когда дело доходит до покаяния, мы каемся на уровне этом. То есть вот я что-то нарушил, что-то в нравственной сфере, вещь личностная. Но не на этом уровне Бог ожидает нас, и мы можем ждать встречи с Ним. В отношениях любви все дело в верности, в единстве ума и сердца, а не в выполнении или невыполнении. Вот часто мы слишком... И это же и мешает, на самом деле, каяться. Ну, человек говорит, ну, как я могу каждую неделю приходить на исповедь? Это же невозможно. Ну, что же я? Каждую неделю буду изменять, или каждую неделю напиваться сильно, или каждую неделю... Нет, ведь это же редко случается. И создается такое ложное впечатление, что покаяние это нужно только, когда ты сильно ранен. Это уже, на самом деле, экстренные какие-то меры нужны. Но покаяние именно как некие двери, открывающие путь в жизнь вечную. И вот, может быть, сразу вторую цитату зачитаю. У меня их только две на эту программу. Но, наверное, самые такие, которые мне близки. Ведь первые слова Христа, когда Он вышел на служение, были «покайтесь». Царство Божие близко. Покайся — это не значит плачь о своих грехах. Это значит «измени свой строй мыслей, поверни свое лицо к Богу, смотри в направление жизни и не бойся проходить через мрак долины смерти, потому что я с тобой». Обернись к Богу и иди. Царство Божие близко, потому что достаточно открыть врата своего сердца, открыть Ему наш ум, дать Ему войти в нашу жизнь. И тогда Его сила, Его могущество польются в нас. «Сильнее сатаны, сильнее мира, сильнее всякого уныния, сильнее нашей собственной слабости». То есть вот, вот что, открывать двери покаяния. Мне бы очень хотелось, чтобы мы уточнили эти вещи. Потому что слова Владыки для человека стороннего, для человека, который не знал его лично и не видел вот все то, что он пишет, это же вот не теоретизирование. В этом смысле самыми высшими богословами, самыми лучшими богословами были именно практики. По-моему, если мне только память не изменяет, у Максима Исповедника есть замечательная фраза, что тот богослов, кто молится, кто молится, тот и богослов. Я тоже не помню, к сожалению. Вот, да. Но это вот вещи, когда ты не знаешь человека лично, могут восприниматься очень абстрактно. Что значит открыться Христу? Что значит открыть для него свой ум? Вещи как будто бы на словах очень понятные, а вот как это практически реализуется? Потому что очень часто люди, как в старом добром мультике про Бонифация, жонглируют этими цитатами, фразами, знают их прекрасно. Но когда доходишь до практики и задаешься вопросом, а как это выполнить, или когда они сами задаются этим вопросом, они вдруг встают в ступор. А что это значит? Читать Евангелие 24 часа в сутки? Там, не знаю. Знать Акафис, слава Богу, за все наизусть? Что именно? Уметь отличить икону мученика от иконы преподобного? Ну вот это как вот в практических навыках реализуется? Как вам кажется? Все у нас проходит в контексте встречи и молитвы, и покаяния тоже. То есть, если вот рассмотреть из этого ядра, да, потому что встреча — это же универсальный такой термин, это используются и светские люди. Из встречи рождается диалог, может родиться, да, из подлинной встречи. Из встречи с Богом может родиться молитва, подлинная молитва. Вот. А из подлинной встречи людей может родиться любовь и отношения мужчины и женщины. То есть, в семейной жизни она трудна именно потому, что она есть непрерывное покаяние. Покаяние именно как изменение. Моему любимому, ради которого я готов идти на все, во мне что-то, во мне что-то ранит его. Моя какая-то черта его ранит. И я сам это не могу изменить в себе. Но я хочу это сделать. И я ищу того, кто может от меня, то есть Бога. И вот, наверное, покаяние — это то, вот то, о чем пишет Владык Антоний и говорит. Это то, что когда ты полюбил Бога и хочешь, и понимаешь, чувствуешь, что что-то в тебе ему мешает. Может быть, это даже на биологическом уровне. Это, например, когда ребенок зачинается, а какие-то там полипы в теле женщины, которые мешают ему развиваться. Что важнее для тебя? Да, полип, который там где-то вырос, это же тоже ты, часть тебя. Некая опухоль, например. Это тоже часть твоего тела. Но здесь стоит вопрос, что важнее для тебя? Ребенок живой, который ты носишь? Или что-то, что в искаженном состоянии твоей души и тела тоже родилось в тебе, да? Ну, тут метафора, может быть, аналогия несколько неточная, потому что если умрет, например, мать, ребенку тоже долго не жить? Нет, я имею в виду, что есть какие-то ситуации, когда удаляют полипы, и там продолжается как бы процесс временности, чадоношения. То есть в этом смысле, да, что что-то лишнее должно уйти. И что-то, вот как жизнь с Богом, да, это предстояние пред Богом, это рождается из такого понимания, что Бог не хочет, чтобы мы просто в Него верили, что Он где-то есть. Потому что это знание или вера, что Он где-то есть, она может нам ничего не давать, никак не окрылять нас. А может даже наоборот. Мы будем в страхе, что за все то, что мы совершили, нам придется дать ответ, и тогда наша жизнь превратится в череду такого уныния такого беспросветного. Но Бог хочет, чтобы мы поняли и осознаем, что Он хочет быть нам другом, товарищем, братом, отцом. И в этом смысле, вот, наверное, для меня на данном этапе жить с Богом — это стараться каждое мгновение своей жизни апеллировать к Нему, обращаться к Нему, что Он рядом, а уж тем более в каких-то трудных ситуациях, за советом или за благословением на действие, или с молитвой о помощи и заступлении, потому что своих сил не хватает вообще никак. И в ситуации там семейной с детьми, и в ситуации рабочих где-то на приходе. И вот эта обращенность к Нему для меня как раз, наверное, и есть покаяние, потому что когда ты в такой ситуации живешь, у тебя будет возникать, неизбежно будет возникать ощущение, что вот это мешает твоему Христу. Вот Он в тебе как младенец развивается, Он в тебе как младенец зреет, растет, а вот эта страсть, она Ему мешает. Она делает так, что не дает Ему прорастать в тебе полностью. Так же, как вот в отношениях супругов. Вот что там во мне мешает там моей супруге полностью мне довериться? Так лучше я это от себя как-нибудь постараюсь отгребсти, оттолкнуть, отрезать. Да, может быть, это и часть меня, как опухоль тоже часть тела, да, но она уже превратилась в какую-то раковую опухоль, ее надо удалять. А я продолжаю как бы лелеять и говорить, что нет, это все хорошо, потому что это я. Вот покаяние в этом смысле это желание и готовность, пусть даже через какую-то боль, но приблизиться к такому состоянию, где наши отношения будут более глубокими, и наша встреча будет подлинной. В подтверждение слов хочется цитату митрополита Антония привести. «Быть учеником Христа не значит все время совершать какие-то героические поступки. Это значит изо дня в день героически совершать мелкие поступки, иметь чистые мысли, достойные той любви, которую Бог к тебе имеет. Иметь правоту жизни, сколько это возможно, даже с опасностью, даже с риском для себя. Это значит не стыдиться своего звания христианина, быть готовым перед людьми сказать, «Да, я Христов. Если вы хотите меня отвергнуть, отвергайте, но я не отойду от Христа только лишь для того, чтобы быть и оставаться с вами». А следующая цитата о, собственно, посте, но она как бы удивительным образом сочетается и уточняет первую. «Пост означает, что нужно отвернуться от всего, что соблазнительно прельщает нас и отвлекает прочь от любви, от лояльности и верности, и разрушает нашу цельность. А молитва — это общение с живым Богом, который есть любовь, и в ком одном только мы и можем найти силы и крепость любить». В этом смысле, если вот продолжить вашу мысль про покаяние, это же ведь действительно в первую очередь не столько выудить в себе недостатки, какие-то там шероховатости вырезать в себе, как вырезают опухоль, сколько насадить, наоборот, нечто культурное в себе. У Честертона, по-моему, есть замечательная цитата, что «Прежде чем обожиться, надо сначала очеловечиться». — Нет, стать человеком. — А, нет, вру, это не Честертон, это святитель Василий Великий. А Честертон ему вторит, но уже исходя из своей культурной реальности, он говорит о том, что христианин в первую очередь должен быть джентльменом. Вот, то есть человеком вежливым, человеком тактичным, человеком обходительным и, ну, очеловеченным, то, о чем говорил Василий Великий. Отец Николай, я знаю, что у вас там есть не только цитаты владыки Антония. Ну, просто, я не знаю даже, может быть, это в преддверии программы, но вчера почувствовал такое какое-то вдохновение и тема, просто вот иногда мысли, да, Господь помыслу дает какие-то, что мы живем во время, когда мы путаем тьму и свет, мы живем во времени, когда мы путаем покаяния и самобичевания. Вот. И, ну, такой стих родился, может быть, он в чем-то выражает, я надеюсь, и выздоровление моей души, потому что уныние это то, что, ну, как бы долгие годы владело ей, моей душой, и я как-то до сих пор еще себя свободным от этого не чувствую. Ну, вот, хотелось бы поделиться в тему покаяния, да, тем, что навеяло. Хмурые тучи внизу, сверху идет снег, перевернулся вверх дном кающийся человек. Быть в стороне от любви, уединиться в мечту? Ладно, постой, погоди, дай тебе подсоблю. Что ты, товарищ, угрюм, таращишь на меня глаз? Да, я грешник, прибитый к кресту, но не о том сказ. Сраспяться к кресту, взлететь, духом наполнить мир. Дар Божий не кандалы, чтобы в углу сидеть. Свежего ветра глоток, нежность и доброта. Рядом с тобой Христос, любящий до тла. Это сильно получилось. Это сильно. Мне кажется, это еще и поэтически обрамило и уточнило все то, что мы сказали. Потому что действительно, ведь вещи, над которыми мы сейчас размышляем, и размышляем уже не первую передачу, да и не только мы размышляли, до нас огромное количество людей размышляло. Это вещи, которые нельзя пощупать. Мы можем бесконечно говорить о том, как правильно каяться, или о том, что покаянием не является, или что самобичевание к покаянию не имеет никакого отношения. Но в конечном итоге, когда от нас требуется дать четкую какую-то директиву, как это надо делать, мы не можем. Мы вдруг в некоторой отропе разводим руки. И вот владыка-то Антоний, когда мы говорили с вами о молитве, он же объяснил и конкретизировал, что молитва – это состояние. А может быть, в этом вот и загадка? И покаяние. Мне кажется, что это тоже состояние. То есть, когда ты приходишь к Богу… Я прошу прощения, что я просто про стихотворение хотелось бы сказать, что оно очень здорово описывает именно состояние. Здесь нельзя сказать, что в этом стихотворении мы четко поняли, куда идти, когда идти, какую молитву читать и перед какой иконой молиться. Но само стихотворение поэтическим языком, оно помогло понять, что на самом деле покаяние – это то, что человек чувствует. И в сущности, мне кажется, все, что есть в христианстве – это то, что развивает в нас какую-то мелкую сенсорику, чтобы мы научились чувствовать, ощущать. Потому что и встреча, о которой говорит владыка, это уметь не просто увидеть человека, а уметь почувствовать его. Вот сейчас где-то у меня была очень интересная цитата. Может, я пока… Да. У меня мысль такая родилась, что как каяться. Ведь если мы говорим о встрече с Богом, то, значит, приходя к Богу, ты, может быть, и узнаешь, что изменить. Потому что на самом деле иногда и непонятно, а что мешает Богу во мне? Что бы Ему хотелось во мне изменить? То есть покаяние – это не всегда только то, что ты о себе знаешь. Это во многом еще то, что и Бог хочет о тебе сказать. И вот тут тоже нужна готовность услышать. А что Бог обо мне хочет сказать? Куда мне двинуться дальше? И желание, и возможно. Но здесь сложно не пуститься в игры разума. Да, но… Различить именно голос Божий. Ну, я Ему говорил про исповедь. Потому что на исповеди это меньше вероятности ошибки. Вот, я нашел стату. Она удивительная, вроде бы, как бы совсем не про духовность. Не про духовную жизнь, не про покаяние, не про молитву. Но она как-то очень акцентирует внимание на том, как вот эта вот сенсорика, умение чувствовать, чувствовать себя, чувствовать другого, насколько это важно. В человеческих взаимоотношениях прикосновение играет колоссальную роль. Сколько сострадания, любви, нежности можно передать одним прикосновением руки. Не словами и речами, а просто положив руки на плечи человека. Вот, мне кажется, это прекрасно. Это и то, в чем мы нуждаемся, описание того, в чем мы нуждаемся, чтобы мне кто-то нежно положил руки на плечи, или кто-то нежной, отеческой, невидимой рукой сжал мое сердце в момент моего покаяния. Я почувствовал, что я прощен. Но и в то же время это ориентация нас на то, что и наши руки должны быть очень чувствительными к чужой скорби, к чужой проблеме, к чужой радости, чтобы мы очень бережно прикасались к друг другу. А для этого надо, чтобы все чувства были обострены. И в этом смысле, мне кажется, и молитва, и покаяние, и вообще все, что связано, там, милостыние, милосердие, это все то, что призвано обострить во мне чувства, чтобы я мог действительно замечать вокруг себя жизнь и замечать вокруг себя другого. Ну, и иметь чувство, что и во Христе. Да, иметь чувство, что и во Христе. Другой вопрос. Вот мне кажется, что покаяние все-таки нас замыкает на самих себе. Вот в этом смысле, может быть, недаром практика великопостного покаяния начинается с прощения других, потому что это даже не с тем, чтобы просить прощения у них, но с прощения других, когда мы, в принципе, обязаны заметить другого. Кстати, владыка Антоний в одних из своих замечаний о каких-то словах проповеди говорил о том, что делал акценты, опять же, еще и на то, и это не только, кстати, он, у покойного отца Николая Агафонова была замечательная книга «Мы так друг другу нужны». Вот это вот очень важный акцент, что моего личного покаяния, в принципе, быть не может. Что это всегда только практика церкви, что это такое движение, сонаправленное с кем-то. И в этом смысле, опять же, отвергнуть другого человека, вынести его за скобки. Лишить себя покаяния. Потому что очень важно рассматривать себя, взаимосвязи с людьми. Потому что, опять же, у кого-то... Ну, опять, кого мы за скобки выдвигаем? Тех, кто нас опечалил. А надо с ними примириться, прежде чем приступать к чаше. Да. Ну что, вот на это мы и поставим точку во время сегодняшнего разговора. На мой взгляд, вот именно так и нужно как-то вот прояснять какие-то смыслы. Они не становятся яснее с точки зрения практики, то есть директив. Но мне кажется, если мы хотя бы научимся правильно чувствовать, чувствовать церковь, чувствовать Бога, покаяние, как практику в церкви, мы сами поймем и тот путь, который к этому покаянию ведет. Господь подскажет. Он же любит нас. Аминь. Спасибо большое, отец Николай. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Благодарим всех вас. Напоминаем, что пост продолжается. И хороших вам духовных подвигов, чтобы они вас действительно приблизили к самой главной, к самой важной встрече вас и Бога, вас и людей. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова